Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем распаковывать покупки из Кореи. И, конечно, логично сказать мне, Катя, вообще-то мы всегда тут распаковываем покупки из Кореи, иначе где ты берешь все альбомы, карты и тому подобное. Но сегодня у нас с вами абсолютно другое видео, потому что в конце апреля моя очень близкая подруга ездила в Корею, летала в Сеул, и я надавала ей с собой бабла и сказала, что, пожалуйста, вези мне все, что только увидишь. И вот она мне привезла все, что только увидела, и очень я ей за это благодарна, потому что она буквально ходила по магазинам, фоткала мне прилавки, и моя кошка жрет мой комнатный цветок. Сейчас она помрет тут, нахрен. Фотографировала мне магазины, прилавки, все, что только там было, и покупала. И я ей очень за это благодарна, потому что, ну, правда, еще отвлекаться во время поездки в Корею на меня, это действительно очень хороший друг, и я этому очень рада. Поэтому сегодня мы с вами будем распаковывать посылку из Кореи, точнее, посылку с покупками из Кореи. И я надеюсь, что этот ролик вам понравится, вы поставите ему лайк. Расскажите в комментариях, что вы купили бы в Корее, если бы у вас была возможность полететь. А если вы были в Корее, расскажите, что вы оттуда привезли. Очень будет интересно почитать и пообщаться с вами в комментариях. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, кто еще не там с нами. Там очень интересно, мы там все с вами обсуждаем. Буду ждать вас там с вашей подписочкой. А мы будем начинать распаковку. Тут действительно достаточно большая коробка, и тут действительно много всего. Я очень-очень рада тому, что мне моя подруга столько всего приобрела. Я просто очень счастлива. У меня пока нет возможности полететь в Корею, у семейного обстоятельства. Но то, что у меня есть возможность что-то получить, хотя бы просто таким образом из Кореи, какую-то частичку Кореи, товары из Кореи какие-то и какие-то сувениры, я этому очень рада. Надо еще для начала разобраться, как эта коробка открывается, где тут чего. С голем пополам я сообразила, как ее открыть. Поэтому открываем. Ааа, смотрите! Тут столько всего! Это что? Наверное, это мне купила просто так в подарок моя подруга, потому что вот это я не заказывала, и она мне это не показывала. Это персик. Я обожаю этого персонажа. Это, по-моему, Какао Фрэнс, если я не ошибаюсь. Питчи, он как-то так называется. Такой вот персичек. Персичек. И, как вы можете видеть, он тут не один. Вот этих вот уже выбирала для себя я. Вот этот в таком с кисточкой какой-то с национальным костюмом корейским. Смотрите, какой он забавный, милый. Этот один зубик. Это что-то такое. И она сходила мне в магазин с Какао Фрэнсами вот этими, где они продавались, и фоткала, какие там всякие разные есть. И я выбрала себе вот этих двух таких дурачков. Вот этот совсем крохотулечко. Ну, вот просто совсем малышка. Он с таким вот цветочком. Цветочек пришит, но, в принципе, если мне он надоест, его можно отбирать, и у меня просто останется такой вот зародыш персика. Вот. А вот этот в таком вот корейском костюме с какой-то кисточкой. Не знаю, художник, не художник. Моя подруга художница от нее получить персик с кисточкой. Это очень мило. Я не знаю, может быть, это, конечно, не кисточка, и он не художник, но вот у него такой национальный костюм с шапочкой. И такой вот у него ханбок шелковый. Ну, в общем, очень милые друзья такие у меня теперь есть. Но вот этот малюточка прям мне очень нравится. И вот этот бантик, он бархатный. О, это такая милота. И за носочки спасибо ей огромное. Я просто обожаю этого персонажа, он безумно милый. Давайте смотреть с вами дальше. Где она это нашла? Она мне про это не говорила и не показывала. О, мой бог, он винт. В этот раз я как-то немножко помешалась, и когда моя подруга поехала в Корею, я тоже думала, что нужны ли мне какие-то кейпоп-альбомы, нужны ли мне там какой-то мерч, еще что-то такое. Вроде бы всего заказываю на каких-то разборах, на каких-то закупках, и вроде бы там не требуется ничего, да. Но она ходила в, как это называется, SM Entertainment. И от SM у нас есть группа Rise. Я группу Rise не то чтобы не Стэнни, но вот Ван Бин, он просто, я не знаю, он взорвал мое сердце и душу. Он похож на хаул из Ходячего замка, я ничего не могу с собой с этим сделать. И он мне очень нравится. Поэтому я как-то маленько подорвалась на тему Ван Бина и сказала, что если увидишь что-то с Ван Бином, ты мне бери. Вот, она мне присылала, что там она с ним видела, но вот про это она меня не предупреждала. Блин, он такой красивый, я же это есть не смогу, мне будет жалко. Такой классный. Юля, ну ты прям Юля. Я даже не знаю, за что тут схватиться, тут столько много всего. Так, дальше. Капусточка кимчи. Не привезти кимчи из Кореи это просто, это грех. Так нельзя. И вот она тоже покупала и родственникам и себе капусту кимчи. Я тоже попросила мне взять, потому что я капусту кимчи люблю. В двух уже корейских кафе я ее пробовала. Одну заказывала с Азона с Вайлбрис откуда-то. И мне везде все нравится, но она везде все разная. И мне бы очень, конечно, было интересно попробовать, как на самом деле в Корее вот в каких-то кафе готовят капусту кимчи. Когда полечу, тогда и узнаю. Поэтому пока что мне произойдет такую баночку. Сожру я ее, чувствую, за один приход, потому что капусту кимчи я просто обожаю. Но такая вот капуста ко мне приехала. Так, дальше тут еще еда и тут целая-целая куча различных орешков. И я думаю, многие знают, что в Корее есть этот очень популярный магазин с миндальными орехами. И там, где миндальные орехи вообще на любой вкус. И, соответственно, я тоже просила мне каких-нибудь орехов купить. И вот мне моя подруга купила их. Такой вот набор с разными-разными вкусами. Тут есть вот острый, это какой-то там с жареным корейским мороженым. Это с тирамису, как я понимаю, с луком, с олью, с мачи. Я обожаю все с мачи. Вот просто вкусы мачи, где они только есть, это моя любовь. Вот такой я пробовала, покупала в России с Азона. Это чесночный хлеб. Это, я не знаю, что это что-то местное корейское. Это какой-то хлеб кукурузный. И вот это васаби. В момент выхода этого видео, не знаю, попробую ли я уже что-то или нет. Но, если что-то попробую, отпишусь вам, как какой вкус. Но вот на мачи я очень уповаю. И на какой-нибудь очень странный, по типу, не знаю, вот этого корейского, там какого-нибудь чесночного. Хоть у меня аллергия на чеснок, я буду давиться, плакать, но все равно есть. Очень интересно попробовать все. Далее палетки. Эта фирма называется Фи, я не знаю, вот, F-W-E, я ее Фи называю. И она мне была две палеточки. Я бы, конечно, палеток-то нагребла больше, но вообще меня в Корею, конечно, нельзя пускать, потому что, мне кажется, я вывезу просто всю Корею. Кто такой же, дайте знать в комментариях, кто из отпуска привозит целый чемодан, еще дополнительно всего, чего только едет. Так, давайте смотреть оттенки. Ооо, как красиво это выглядит. Там, наверное, я отражаюсь, но просто вау. И тут такая перегородочка красивая. Какая красота. Ну, вы только посмотрите на них. Такая спокойная палетка. Есть очень красивые блесточки. И такие, как бы, приглушенные цвета. Цвета все подписаны, соответственно. Оттенки. И... А, Мауф, точно! Это палетка оттенки Мауф. И вот тут вот перечислены все варианты, какие есть. Мне очень нравится. Очень красивая. Прелесть просто. Никто ее, естественно, до меня не распаковывал. Ничего. Оформление просто замечательное. Мне очень нравится. И давайте посмотрим вторую. Она должна быть более розовенькая. Надеюсь, что я ее, да, отпаковала. Та-дам! Она такая вот более розовая. Тут холодные розовые оттенки. Я надеюсь, что я не очень хриплю, потому что я только переболела. И что мой голос вам не помешает вашему просмотру. Тут меньше всяких блесточек, но блесточки все равно присутствуют. Вот этот дуохромный оттенок. Тут матовый с мелкими блестками. Оттенки просто супер. Я такую очень люблю. Мне кажется, что какие-то розовенькие цвета делают меня моложе. Но моложе меня уже ничего, к сожалению, не сделали. Давайте тогда и румяна посмотрим. Если я как раз-таки про них обмолвилась, то, соответственно, надо посмотреть. Там был еще более холодный оттенок румян. Но его не было в наличии. Поэтому взяли мне вот такой оттенок. Ну, я его сама выбирала. Должен быть красивеньким. Вау! Как хорошо выглядит. Слушайте, ну он тоже такой прям фиолетово-холодный. А вот этот прям такой яркий, коралловый. Я боюсь пока что-нибудь тестировать. О, это кремовые! Смотрите! И они еще и кремовые. Они, знаешь, прям как зефирка. Они прям бархатные. То есть это какой-то гибрид. Не сказать даже что. Ну, я еле-еле наношу, чтобы прям пальцы не возюкать. Но они, знаете, они прям как зефирюшка какая-то. То есть вроде бы кремовые, а наносишь, они прям превращаются в пудровые. Очень классно! Слушайте, вот меня пустик таким румяным, я бы тоже все сгребла бы. Вообще, я бы уже поняла, что меня никуда пускать нельзя. Следующая вещь, это для моей подруги. Она попросила ей купить. Мне ей нужно будет отдать. Она сказала, что я спокойно могу взять и посмотреть. Тут нет никакой защитной мембраны. То есть ничего как бы не закрывается таким образом. Никакой фольги, слюды. Но я попросила у нее, чтобы она мне разрешила открыть, посмотреть, как выглядит все-таки неподдельная... До свидания. Вот эта маска для губ. Потому что кругом во всяких озонах, вайлдберсах пали на эту маску для губ просто сотни тысяч. Очень интересно увидеть, как выглядит оригинал. Естественно, пальцем я туда залезать не буду. Но понюхать мы имеем право. Ну, знаете, да, она действительно отличается от тех, которые продают на ВБ, на Озоне, тем, что она практически ничем не пахнет. То есть на ВБ, на Озоне вот эти поддельные всякие масочки, они имеют очень сильную отдушку. И пахнут они, конечно, прям термоядерно, какими-то ягодами, вот этим вот всем. А это ничем не пахнет. То есть еле-еле уловимая какая-то отдушка. Поэтому теперь, если я буду где-то искать, покупать подобные вещи, то будете знать, я буду знать, что они практически ничем не пахнут. Так, мы не закончили с маркой FI, которая, я не знаю, как произносится. И тут два масла для губ. Я увидела их в каком-то иностранном ТикТоке. Девушка рассказывала про такие готические оттенки косметики для губ. И одна из которых, позиция, была как раз-таки один из этих блесков. Что я сказала, я надеюсь, вы поняли. И когда я увидела, что подруга пошла в магазин FI, то я попросила у нее его купить мне. Смотрите, как это красиво выглядит. Во-первых, такая форма. И он как будто бы, я не знаю, каменный, как будто бы стеклянный. Очень плотная упаковка. И он должен быть черным. И он черный. Боже мой, давайте нанесем. Ну, это роскошь какая на грани разорения. Я чувствую, что он будет липковат. Но он черный, девочки. Он там, знаете, очень такой темноватый, фиолетово-черно-готичный. Мне так нравится. Я думаю, что это там soul sexy будет выглядеть. А второй я взяла, попросила мою подругу взять мне. Он должен быть лавандовым. То есть таким там холодно-фиолетовым. Да. Он такой густой-густой на самом деле. И он очень светло-холодный. Тоже супер выглядит. Очень интересно в макияже попробовать. Выглядит обалденно. У меня камера еще чуть-чуть теплит и светлит. На деле он совсем холодный. А этот прям совсем холодно-фиолетово-черный. Офигенный. И они прям такие тяжелые, знаете. Вот я таких тяжелых блесков еще в руках не держала. Выглядит прелесть. Ну, просто супер. Я в восторге. Тут еще целая куча помадочек. И тут три штуки из магазина Roman. И две штуки из магазина Banila & Co. Где-то тут еще должны быть. Вот они. Это из магазина Banila & Co. Это из магазина Roman. Давайте смотреть баниловский. Во-первых, у него вот этот очень интересный. Кстати, я думала, что они больше упаковкой. То есть они, по-моему, я думала, такие крупные, здоровые. Но нет. Оттенок RD-01 Love Me. Немножко я, мне кажется, промахнула с этим цветом. И что он будет сейчас очень теплый. Упаковка с Барби. Как красиво. Такие малюточки. Я думаю, по-моему, они здоровые должны быть. Ай, он прям красный. О, какой. Да, немножко немой цвет. На стенде не очень понятно было. Знаете, он темнее, чем мне вот камера показывает. То есть он на руке прям оранжевый. Но нет, он просто такой более благородно-красноватый. Ладно, попробую. Попробую, потестирую. Если мне не очень подойдет, могу отдать там маме, либо своей подруге. Но выглядит, конечно, очень приятная текстура. Очень приятно. Я думаю, что в любом случае его можно растушевать будет. Следующий. Flower Shower PP-01. PP-01. Такая упаковка прям в софт-тач. Наверное, да, наверное, это что-то сейчас будет матовое. Муссовое. О, вот это уже холодно. Ой, нет, он не матовый, не муссовый. А что вы так меня надули-то? Он глянцевый, точно такой же. И вот он... Да почему у меня все красное на камере? Он холодный. И он такой, знаете, благородный цвет марсала. На камере, на руке вот эта супер морковь какая-то. А вот этот просто красный, тупо красный. Да нет. Верьте мне, верьте. Я постараюсь найти фотки этих оттенков и ставить плотный такой цвет. Опять-таки, я надеюсь, что все будет тушеваться. Дальше. Это уже какой-то тинт. Оттенок Pink Guava. И он запакован. Подруга спросила, тебе точно такой надо? Он прям ядерный, светлый. И прям какой-то неоново-розовый. Я говорю, да-да-да, мне все надо. Вези мне, знай. Открыли, окей. Вау. Он прям действительно такой яркий. Почему все так плохо камера передает? Я не знаю. Не вините меня. Упаковка как у нацифика. Нет, слушайте, он прям отличный. Его еще тонким слоем нанести. И будет безумно красиво смотреться. Мне прям нравится. Так что все хорошо. И второй оттенок, как он называется, да? PK-01 Pink Guava. А второй Has Mouth. Ну вот эти всякие маувы, это прям мое все. Я такие оттенки обожаю тоже. PP-01. И это PP-01. Как легко запутаться. Банил эндко. Ты чего нас тут так дуешь? Какой цвет шикарный. Ну прям богатый. Прям цвет дорогой женщины. Ну да, это прям мое. Вот такой я очень люблю. Он холодный. Он такой фиолетовый слегка. Он глянцевый. Выглядит очень красиво. Я в восторге. Действительно все они очень красивые. Немножечко промахнулась вот этим вот с Барби. Но в остальном... Итак, я стерла. И вы просто посмотрите, как вот Барби и вот этот вот с софт-тач упаковкой яркий тинт оставляет. Вот эти вот жиденькие блески. Такие глянцевые. Ну, в принципе, они все глянцевые. Я матовый даже не брала в этот раз. Ну, не просила подругу мне брать матовый. И вы просто посмотрите, какие яркие тинты оставляют они. Вот эти такие бледненькие. А вот эти прямо, блин. В общем, мне нравится. Так, следующее. Это Романд. Она ходила в поп-ап-стор Романда. Там столько всяких конкурсов было. Столько всего интересного. И она мне купила три блеска от Романд. Они там действительно дешево стоили. Ну как? По-моему, по 800 рублей. Окей, открыла наконец-то. У меня три оттенка. Это 33 Berry Win, 32 Berry Way Smoothie и 39 Wood Grape. Давайте с него и начнем. Так. Ну, это тоже такой, знаете, мауф цвет. И вот эти, они действительно более прозрачные. Сегодня у меня слово поразит действительно. Простите меня. Более прозрачный, холодный. На камень ярче, естественно. Но они более легкие. То есть, вот эти плотнее значительно. Следующий Berry Berry Smoothie. Он должен быть прям ярким. Ой, какой! Очень холодно-розовый. Я просто обожаю такие оттенки. Посмотрите, какая прелесть. Такой baby pink. Как красиво. И последний должен быть прям таким светло-холодно-фиолетовым. Я не знаю, как сказать, у меня уже рука заканчивается. Он похож, кстати. Он чуть поплотнее у него цвет, чем у 39-го. Но они похожи, но очень красиво. Это прям мои любимые цвета. Надеюсь, что что-то до камеры передает, что-то видно. В жизни они бледнее, чем я смотрела сейчас через камеру. Но смотрится очень красиво. Вроде бы они тоже тинтуют. Сейчас сотру и покажу вам. Я стерла. И тинт у этих трех оттенков очень такой бледненький и незначительный. Ну и потому, что сами эти цвета достаточно бледненькие такие, легкие и полупрозрачные. Рука у меня, конечно, уже как палитра выглядит. Вы как-нибудь, надеюсь, вот эту вот палитру в кадре вытерпите. А мы с вами будем смотреть дальше. Тут есть кое-какие альбомчики. Но мы с вами посмотрим в конце, потому что еще осталась косметика. Та-дам! В общем, самая знаменитая, самая популярная за последнее время сыворотка с центеллой. Боялась я ее брать где-то там на Вайлдбельхенозоне, потому что боялась нарваться на паль. И вот мне подруга ее повезла из Кореи. И знаете, она дешево вышла. То есть где-то в пределах тысячи рублей, наверное. Потому что на Вайлдбельхенозоне продают за такие же стоимости. Но есть риск, что тебе достанется паленка. А тут оригинал, она в стекле. Это сыворотка Центелла. И от фирмы это Skin 1004. Надеюсь, что так. One hundred four. И как это читается! Очень красивая. Очень я чувствую, что она легенькая для проблемной кожи. И упаковка такая классная. Она софт-тач. Тут все какие-то вот выдолблены буковки. Вот это вот все. Ну, наконец-то я эту знаменитую сыворотку попробую. Будем пробовать. Я на нее очень уплываю. Уж такая знаменитая стала эта сыворотка. И косметика Cosrix. Которая вот эта вот, знаете, сопливая. Может быть, вы видели какие-то тиктоки или видео, как эту косметику распаковывают. И как ее там тестируют. Блин, как я не люблю вот такие упаковки. Голем пополам открыла это убийство. У меня крем и очень знаменитая эссенция. Вот эссенция, по-моему, сопливая должна быть. Как выглядит-то классно. Смотрите. Думаю, что... Да, смотрите, вот они, эти сопли. Очень не хотел, конечно, вот эту вот текстуру попробовать. Оно тянется, вот как, я не знаю, как что-то такое. Видите? Оно для прям очень сияющей кожи. Но вот я ее уже разнесла, она уже не тянется. Но такая консистенция приятная. Я чувствую, это, знаете, вот эффект такой, будете, Хейли Бибер с глянцевой-глянцевой кожей. Мне такое нравится, поэтому очень интересно. Блин, и тут тоже такая же система открывания коробок. Cosrix, ну ты прям... Ну, я уже все пробовала, естественно. Внешний вид нарушим. Ну, коробки, в принципе, такие. Не прям какие-то замуделенные. Пробуем. Пошло-пошло-пошло. Так. У них, я знаю, что плохие... Да? Да, вот эти вот тянущиеся соплюнди. Вон она какая. Ай, мне прям нравится. И она такая легкая и очень увлажняющая. Ну, да. Я думаю, это что-то будет для лица очень прикольное. Даже Тин стерла этой штукой. Мне нравится. Я буду все это тестировать, все это пробовать. У меня немножечко криво сидит дозатор. Ну, я надеюсь, что как-нибудь я его отремонтирую. Дозаторы, я знаю, что они, действительно, у всех очень хреновые и любят ломаться. Поэтому не показываю вам мой тоже хреновый дозатор. Но вот так вот выглядит эссенция. Буду тестировать. Вот марки Innisfree. Один это тонирующий крем. Моя подруга взяла точно такой же набор, ну, из двух кремов. И сказала, что он прям хорошо так отбеливает кожу. И я такое тоже очень люблю. Да, он действительно отбеливает кожу. И он намного легче, чем крем от Nacifico с подобной структурой. Который тоже вот из серии Fito Niacin, который отбеливает кожу. Этот легче, этот более бархатный. Я в восторге. Я такое обожаю. А вот это должен быть просто крем-гель какой-то легкий. Но он без SPF, то есть. И вот этот тоже вроде бы без SPF, да? Да, то есть просто такой подтонирующий крем. А это вообще просто гель для лица. Как эссенция. Очень легкий. Даже легче и более впитывающий, чем CosRex. Классный на лето. Просто идеально. И вот этот, который прям такой бледно-беленький, бледно-розвенький, тоже мне очень нравится. Он из-за хорошая фирма. И я им как-то доверяю. Давайте наборы для начала раздербаним. И это наборы очень популярной фирмы косметики. Где-то что-то тут как будто бы пролилось. Да нет, вроде ничего. Манье. Видите, немножко помялись все-таки коробки. И Раундлаб. Эти наборы где-то стоили всего по 1000 рублей. Хотя в России, дай бог, ты купишь только одно гидрофильное масло за 1000. Или только одну пенку. А тут за 1000 и пенка, и гидрофилка. Огромная бадья гидрофильного масла. Я просто обожаю гидрофильные масла. Я только ими и смываю косметику. И пенка тут в принципе вот буквально не какущая маленькая. Но самое главное это гидрофильное масло. Потому что в России оно стоит на числе дороже. А тут тебе еще и дорожную пеночку такую в подарок дают. Смываю косметику только гидрофильными маслами. Потому что нравится мне так. Не люблю я ничего там особо тереть. Всякими мицеллярными водами. Мне вот пожалуйста лучше гидрофилку. И такая же здоровая бадья гидрофилки от Раундлаб. И к ней тоже пеночка. Которая уже побольше чуть размером. 40 мл. А тут 20. Ну вот на какие-то поездки. Если вдруг они у меня будут. Пенками я запаслась. Маленькими дорожными. Ну и самое главное это гидрофилки. Потому что свою я от Апью уже практически дотратила. Классная была. И вот у меня теперь есть оригинальные корейские пенки. От очень крутых фирм. Надеюсь что мне все подойдет и понравится. Сталось нам с вами посмотреть самое интересное. Эдакие поп-альбомчики. Забыла в коробке еще вот такую вот. Одну пакетику. Один пакетик с орешками. Он с морковным тортиком. Какие тут милые эти орехи нарисованы. В этих самых зайчих ушах. Ну потому что морковь, зайчики, все такое. Милейше выглядит. И ладно. Давайте уже будем переходить к самому интересному. Это кей-поп альбомы. И у меня тут альбомчик группы Rise. Просто посмотрите на этого Ван Бина. Я не могу. Я не знаю других мальчиков. Я знаю что есть мальчик, которого зовут Антон. Или Эйтон. Наверное все-таки Антон. Если у меня тут есть стеночки группы Rise. Как называется ваш фандом скажите мне. Кого стените. В общем рассказывайте мне про Rise. Если тут есть кто-то, кто стенит Rise. Потому что я эту группу не знаю. Я просто помешана на Ван Бине. Он мне очень нравится. Я не знаю просто к нему в восторге в полном. Это абсолютно какой-то мой типаж молодых людей. И вот мне очень захотелось альбомчик группы Rise. Чтобы Ван Бин был на обложке. Потому что там есть естественно просто какие-то размытые были обложки. Он сказал нет, мне нужно вот это. Он великолепен. Я не знаю. I'm Obsessed. Давайте его откроем соответственно. А напоследок оставим Эйтис. Потому что в Эйтис как бы все понятно. Чего ждать. Он такой вот маленький, как тетрадочка. Ну вот буквально каталог Эйвен. Маленький, как тетрадочка. Опять-таки, друзья, я не знаю группу Rise. Я не знаю, как зовут участников. Мы сейчас просто с вами полистаем все вот как есть. Там уже карты какие-то, я чувствую, лезут. Блин. Я не надеюсь на то, что мне попадется Ван Бин или еще что-то там. Я просто вот хотела... Блин, там еще какой-то мерч, который прилип. Или не прилип, или приклеен. Я должна это оторвать как-то или что? Да? Нет? Я боюсь, что я сейчас все порву. Зараза, ты как приклеен это вообще? Я сейчас все помну. Вот эта хрень, зачем вы это сделали? А, Ларчик просто открывался. Ну я ее, естественно, все помяла. Тут вот такая вот открытка, фотка с Rise. У меня Ван Бинка такая чудо. Ну нахрена вы ее прилепили? Какая-то липкость теперь тут какая-то. Надо это как-то оторвать будет. Так себе у вас идейка, конечно, у Rise. Но вот очень миленькая штучка. Я, естественно, кто бы мне ни выпал. Я никого отдавать, продавать не собираюсь. Просто потому что вот память, это подруга мне повезла из Кореи. Поэтому никому я ничего не дам. Раскладик тут такой, да? Красавцы. Ну очень красивая группа. Правда, мальчишки прелесть. И вот так вот выглядит диск с надписью Rise. Какой это там альбом по счету? Вот First Single. Какой это сингл? Окей, допустим. Rise and Realize. Это название фандома? Не обращайте внимания на тетку, она тупая. Давайте смотреть. Тут ничего не открывается. Они хорошенькие. Они мне по-моему все нравятся. Очень миленько выглядят. Как я понимаю. Ребята, мне еще и выпал альбом с моей любимой песней Memories. Я ее просто обожаю. Я ее до дыр заслушала. Она офигенная. Сколько раз я посмотрела клип на вот этом вот... Как он назывался-то, господи? Куда приглашают, там все танцуют. Забыла, подпишу, ладно. Но я просто... Я просто абсцесс. Просто умерла. Вон Винка. Какой ты красивый. Боже ты мой. Но ради этого уже все стоило. Затевать. Нет, альбом прелесть просто. Мне так стиль нравится. Он такой... Так. Я даже пытаться не буду. Тут и глянцевые листы, и какие-то шершавенькие. Тоже такой мальчик хорошенький. Смотрите, какие скулы восхитительные. Очень красивый. Я не пытаюсь даже прочитывать их имена. Потому что я слушаю их музыку. Я смотрю какие-нибудь клипы. Но я даже не учу участников. То есть нет. Сохи? Соши? Как ты читаешься? Какие руки у него бледненькие, беленькие. Хорошенький носик бусинкой. По-моему, тут одна только фотокарта будет. А, вот, Антон. Это что-то понятное, наконец-то. Такой хорошенький. Весь в беленьком. Мальчики хорошенькие. Никому никак не могу даже пытаться относиться негативно. Мне они все очень нравятся. Просто вот не учу и как бы не стеню как-то специально. А тут просто захотелось вот чего-то, что мне бы подруга привезла из Кореи. И поскольку все мои группы у меня уже и так покупаются, а тут нужно было что-то особенное. Смотрите, тут даже есть, как играть на гитаре. Офигеть. И вот она, Memories. Тут реально есть это для гитары. У меня есть один знакомый, кто бацает на гитаре. Нужно будет прихватить этот альбом к нему, чтобы он не сыграл как-нибудь. И тут листочки пошиты кематовые. Ван Вин. Расскажите, вы стените, Райс? Может быть, у вас там есть Биас? Может быть, вон кто-то нравится. Вот этот мальчик мне тоже очень нравится. Какой он красавец. Кто он там, чего он там, конечно, я не знаю, но он очень красивый. И ван Вин, конечно, да. Слушайте, они все красивые. Мне даже сказать нечего. Просто восхитительный. В альбом просто прелесть. Я не пожалела, что я его взяла. Попросила подругу взять. Вот. Очень красивый альбом. Ай, я в восторге. Конечно, открытку еле оторвали с вами, но да ладно. Давайте посмотрим, что мне тут досталось, попалось. Сомневаюсь, что тут у меня сейчас ван Вин будет, но да ладно. Карта, кстати, подписана, поэтому... Это вот этот мальчик со скулами, да? Я, кстати, вообще не жалею. Я сказала, что это мне понравилось. Это мне выпало. Ой, как мило. Задник такой хорошенький. О, прелесть. Хорошенькая карта такая. И он тут такой красавец. Я не знаю, надо выучить хоть, как зовут-то его. Очень симпатичный. Все, я тоже довольна. Ниван Бин, да и ладно. Этот тоже красавец просто. Так, и тут какой-то маленький постер. Ты че, пацан? Все-таки он не обошел меня стороной. А че же вы не предупредили-то? Ну ладно, хоть постер. Офигеть. Офигеть. Прикиньте, да. Купить альбом ради Вон Бина, получить Вон Бина. Просто пальцем в нем тыкнуть и попасть. А-а-а. Юля. Спасибо. Какие эмоции сегодня. Прям душу рвут. Ладно, нам еще с вами и Тис осталось. Посмотрите, будем закругляться. Остались нам с вами вот этот вот злодейский путь распаковать. Вот эти вот. У меня едут еще, точнее не едут, у меня уже приехали от шопа тоже вот эти вот платформ-версии Тис к последнему нашему альбому. Но я болела и никак не могла добраться распаковать мини-рекорды. Опять вот эта вот лисичка, которая похожа на московское метро. Еще поэтому будет две такие же коробочки с картами. Мы с вами их распакуем в какой-нибудь распаковке с Тис и с всякими группами. Но пока посмотрим то, что мне привезла подруга из Кореи. 12 400 вон, допустим. Как они тут лежат? Задницей ли? Передницей? Не знаю. Ага, вытащила как надо. И тут есть стикер. Так, давайте смотреть. Стикер у меня с Чонхо. Чонхо опять у меня выпал в стикере. Все как в прошлый раз. Очень хорошо. Так, давайте сразу две бахнем. И тут у меня стикер, слава богу, уже с кем-то другим. И тут у меня Йося. Йося, Йося молодец. Не обделяешь ты меня своим вниманием. Вот что значит без. Так, теперь смотрим карты. Ой, там уже полик. Ладно, это какая-то бумажка. Вот это что у нас такое? А, ага, это стикеры с инициалами наших мальчиков. Миленько. Хорошо. Итак, карты пошли. Ханжун. Такая карта, конечно, как не овка, но выглядит хорошо. Она такая матовая, как софт-тач. Дальше глянец у нас. И тут Санхва. Ну, вы посмотрите на этого короля в кольцах. Это какой-то стенд. И я уже вижу, что он у меня с минги. Выглядит шикарно. Просто прелесть. Далее. Еще Ханжунька. И Йося. Йося в таком волшебном просто полароиде. Слушайте, мне очень нравится, что тут разные мемберы. Не так, как в прошлой платформке. Да, карт меньше. Но зато хотя бы у тебя не 100-500 каких-то бехайнд или концепт-карт с одним и тем же участником. Мне такой вариант даже больше нравится. Есть и селфи-карты. Есть и какие-то вот такие вот полароидики. Миленько. Очень симпатичненько. Мне все нравится. Давайте тут так же начнем тогда с задницы. И первый лот. Йося. Вау, какой шикарный. Очень мне нравится. Так, дальше. Чон Хо. Я опять вижу, что стенд у меня с Минги. Блин. Так, ладно. Стенд опять у меня с Минги. Ну что ж. Допустим, допустим. Тут у меня кто? У Йон. Прелесть. Какие красивые серьги у него. Очень хорошенький. Полароидик у меня. С Ханжуном. Ханжу, ну ты ультанул сегодня, конечно. Ну и тут тоже стикеры и бумажка. В принципе, достаточно неплохой улов. Ее Сан есть. Много Хона. Есть Уйон. Есть Чон Хо. Ну типа Сан это естественно. Даже повторочку вытянуло. Все по классике. Но в целом, очень даже неплохой улов. Рассказывайте, брали ли вы платформ, версии платформки. Кто вам выпал, будет интересно почитать, пообщаться с вами. Пожалуйста, да. Вот, вот. Все наши, все на месте. Ну что ж, мои дорогие друзья. Сегодня у нас с вами была распаковка покупок из Кореи. Посылки с покупками из Кореи. Я надеюсь, что такой не совсем стандартный формат видео вам тоже понравился. Что вы это видео посмотрите. Поставите лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Может быть, вам что-то тут отсюда особо приглянулось, понравилось. Будет очень интересно пообщаться с вами в комментариях. Обязательно пишите, что вы хотели бы купить в Корее. Какие-то свои хотелки, пожелалки. Будем с вами общаться, обсуждать. Так что буду вас ждать в комментариях. Обязательно присоединяйтесь к телеге. Там тоже анонсы выхода видео. Обсуждение всех кейпоп-новосей в прямом эфире. Буду вас ждать в своем телеграм-канале. А я с вами буду прощаться до следующего видео. Спасибо вам большое за просмотр. Всем хорошего и до свидания.